В Балхаш съехались лучшие бойцы «Намад ММА». В выходные в городе прошел чемпионат республики. В течение двух дней на татаме встретились спортсмены из 10 городов Казахстана. За первыми схватками бойцов наблюдала наша съемочная группа. Правой боковой рукой и удар ногой Маваши. Спортсменка из Нуринского района Иркемай Сартаева оттачивает свои коронные удары. За два года занятий «Намадом» именно они не раз приносили победу 12-летней школьнице. В ее копилке золото и бронза городских и областных соревнований. Спортсменка признается, поначалу вид спорта был не по душе. В «Намад» меня привел папа. Занятия сначала мне не нравились, потом стала видеть результаты и привыкла. Здесь главное драться по правилам – нельзя бить ниже пояса. По правилам схваток бойцы бились в шлеме, футах, перчатках, бандаже и скапой. Такая экипировка казахстанской версии смешанных единоборств снижает риск получения серьезных травм. Спортсменам запрещается делать удары локтями, в пах, суставы и хватать за шлем. Чемпионат Республики Панамат ММА собрал больше 280 спортсменов из 10 городов и регионов Казахстана. В течение двух дней на татаме бились юноши и девушки от 10 до 17 лет. Караганинскую область представляли больше 80 спортсменов, в том числе и 35 болхарцев. Проводится у нас уже в 12 раз официально. В данном году, поскольку мы получили официальную аккредитацию как вид спорта, он является у нас зачетным, то есть рейтинговый для получения соответственно квалификационных званий. Надо отметить, что география растет не только по Казахстану, но также на международном уровне. Только за последнее время присоединились 4 государства, вошли во Всеминную федерацию на МАТ ММА. По итогам чемпионата лучшей стала команда Карагандинской области. На втором и третьем месте оказались сборные Костанайской и Актюбинской области. Победители республиканского турнира получили возможность выступить на чемпионате Азии в октябре.